Новое городское садоводчество под угрозой уничтожения. Жилые дома и садовые участки хотят похоронить под складами и ангарами. Речь идет о садовом товариществе «Балтика» на Московском шоссе. На его территории 212 участков. Там живут люди, которые в садоводчестве прописаны и другого жилья не имеют. Чтобы жить там и зимой, и летом, люди обновили там электричество, провели воду, канализацию. И вот выяснилось, что их жилье под угрозой. Некий предприниматель готовится построить на территории садоводчества склады и ангары. Вот домик. Строились, мучились. Получается, заберут наш дом без копейки, без ничего. Земля собственная, дом собственная. 150 квадратов метров официально БТИ, все документы есть. Сейчас у нас законных владельцев отбирают земли. Схема очень простая. Приходит инвестор с деньгами, который, вот как у нас, Жилковский, купил участок. А дальше действия очень простые. Утвердят смену земельных участков наших собственностей на значение земель. То есть изменят на торговлю склад. На каком основании он хочет на наших землях выстроить склады, когда здесь у нас люди, 90% людей, выстроенных за последние два года, строят большие дома для того, чтобы здесь жить. Пожалуйста, мы находимся в магазине. Генеральный директор Жилковский является инициатором генплана. То есть он подал заявку в администрацию. Вот, пожалуйста, вам предоставлен информационный стенд проекта «Межевание территории СНТ Балтика». Вот здесь находится мой участок. На данном участке, как раз где я проживаю с ребенком, должен стоять ангар. Куда деваться мне, собственнику, никто не отвечает, да? Вот здесь человек проживает. Я здесь у меня прописан, дом 38А. Вот это мой дом. Получается, мой дом снесут и поставят вместо него гараж. Сейчас у нас заберут земли, в следующий раз придут за квартирами. Вообще в голове не укладывается, как можно людей бульдозером, что ли, нас сметут. Это наш дом. Строил 10 лет. У меня тут вот вода. Еще есть газ. Отопление. Дождь, ванная. У меня кроме этого ничего нет другого. Дети мои, внуки останутся без дома. Вот наш садовый участок. Вот мы все это лето с детьми, с мужем, с двумя детьми жили вот в этом домике. Прали кредит. Мы хотели оформить собственный дом, но у нас приостановление вышло. По всем землям Балтика нельзя ничего сделать. При смене назначения земель у нас, соответственно, потихонечку начнут выжимать. Мало того, что будут безумные налоги, извините, бабушка, или мы даже не сможем по 60 тысяч в год платить. Не захотим мы отдавать, платить налоги, значит, придется, соответственно, поджигать, как это происходит, незначай. Кстати, прямо сейчас по поводу этой ситуации проходят общественные слушания, куда направились и садоводы, и предприниматель, претендующий на эту территорию. Об их результатах мы сообщим в завтрашнем выпуске новостей. Субтитры создавал DimaTorzok